...помогли остаться на вершине. Ну а уж 7 баллов отрыва Джонни Рошетт Коталиси Сизни и подавно помогут ей остаться наверху. Давайте смотреть заключительный прокат сегодняшней ночи. Самсона Далила, Камил Сенсанс, Джонни Рошетт, лидер соревнований, многократная чемпионка Канады, серебряный призер чемпионата мира прошедшего сезона. КОНЕЦ 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 Ох, повставали. Видимо, за былые заслуги. Ну и за то, что Джонни Рочет, конечно, тоже, как и все, билась. Неусловно, у него многое не получалось. Она не сдавалась и все-таки показывал свою программу так, чтобы не проиграть на голову Акико Судзуки. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, не получилось из женского одиночного катания такого соревнования, чтобы аж дух захватывало. Все это была трагедия ошибок. Тот, кто меньше наошибался, тот и победил. Ну и еще кое-какие критерии тоже имеют значение. Ну кто не ошибался? Вот давайте посмотрим. Хельгес, Маккоркел, Хеккен, Жанг, Фанов, Лакост, Судзуки, Нагацу, Лепестов, Сизни. Разве можно только сказать, кто не падал так вот, как блашмя. А так, чтобы кто-то не ошибался, чтобы это не было видно вооруженным глазом. 163 балла у Алисы Сизни. Набрала-то она всего 100 баллов. И для того, чтобы проиграть ей, Джонни Рошетт необходимо набрать менее 93 баллов. Вы это верите? Я думаю, что одни компоненты 93 балла стоят. Сейчас ей дадут компоненты. Значит, 60. И сколько нужно по техническим элементам набрать, чтобы не проиграть? 33 балла. Это у Йоши Хельгеса 32. Вот такой вот, очень простой расчет. Да, здравствуют компоненты. Я очень уважаю судей за то, что они так тщательно писали на работе. Получите, потомите нас еще немножко. И все те, кто смотрит фигурное катание ночью, переместятся в другое измерение. Я, кстати, хотел сказать вам большое спасибо за то, что не спите. Я ценю. Я же сказал, 62 балла. То есть ей нужно было 30 баллов набрать за техническую элементу, чтобы не проиграть большим баллом. Ну ладно. Прекрасная оценка. Прекрасные результаты. Как говорит Копер Дурниф. Прекрасная спортсменка. Спасибо вам, дорогие телезрители. Это еще не конец канадского этапа. Завтра у нас произвольный танец. Окончательно будут прозвать.